Преподаватель учебного центра «Технопрогресс» Светлана Новикова на личном опыте показывает, как может вести себя пострадавший от асфиксии человек. От слушателей курса, инструкторов по оказанию первой помощи, требует быстрых и, главное, правильных решений. Как говорится, на своем опыте сразу становится понятно, останется ли в живых пострадавший. После оказания помощи обязательный разбор действий всей группой. Так, по словам Светланы Новиковой, лучше усваивается материал. Курс более широкий, более глубокий и включает в себя не только знания алгоритмов первой помощи, но еще и умение преподать. Надо уметь рассказать, уметь показать, потом проконтролировать выполнение. То есть это уже не просто первая помощь, а это такой хай-класс, когда ты не только знаешь, но ты можешь свои знания и навыки передать другому. В программу курса входит и методика преподавания. Каждому слушателю после окончания обучения необходимо будет проинструктировать всех сотрудников своего предприятия оказанию первой доврачебной помощи. С сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства России. Теперь работодатели могут проводить обучение навыкам оказания первой помощи с привлечением работников или иных специалистов, имеющих подготовку не менее 8 часов. По учебной программе Института повышения квалификации «Технопрогресс» более 24 академических часов. Должен тренировать после соответственного обучения, которое здесь получаю, показания первой помощи. Ну, знания-то я уже получаю довольно-таки обширные. Я так, я думаю, могу донести это уже в массы хорошо. Ученики будут так же себя вести, как и мы здесь вели. Так же помогать, так же вопросы задавать. Вопрос руководства стоял достаточно серьезно. Давайте не будем заниматься, как бы, юмидистикой. Нужен человек, который действительно должен знать. От и до. Вот. И поискав курсы, поискав какие-то программы, выбор пал на «Технопрогресс», потому что неоднократно уже находились в этом учебном центре. Я теперь знаю 100%, что в такой вот ситуации, во-первых, я сориентируюсь быстро, во-вторых, я организую этот процесс, что немаловажно. Закричусь, естественно, там, чтобы кто-то прибежал, мы бы вызвали скорую, там, ну, как-то по мере травмы, по мере необходимости применили бы какие-то свои навыки, полученные здесь. В прошлом году в «Технопрогресс» по программе «Инструктор массового обучения персонала навыкам оказания первой помощи пострадавшим» обучились очно и успешно сдали экзамены 485 служителей в Москве и Санкт-Петербурге. За первый квартал этого года – 122 инструктора. После сдачи экзамена все слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Законом рекомендовано подтверждать квалификацию педагога один раз в три года. Стоит поблагодарить именно ведущего курса, то есть Светлану. Это просто лучшая подача, наверное, материала. Вот, сразу слышен опыт, оно чувствуется, чувствуется энергетика человека. Она может где-то пошутить, где-то прямо сказать, нет, ни в коем случае нельзя, даже не пробуем.